Искусство для каждого. Химки с благотворительным концертом посетила Анастасия Волочкова. Билеты распространяли в основном среди социально слабо защищенных горожан. Несмотря на то, что нынешнее творчество знаменитой артистки, по словам знатоков, далеко от классического балета, зал был полон желающих посмотреть ее выступление. С места событий репортаж Елены Васильевской. Анастасия Волочкова начала карьеру балерины в 1994 году. Здесь еще есть и Гранд Батман, и Фуэте. Но от классического балета она начала отходить около 10 лет назад. По ее мнению, такой формат уже давно не привлекает зрителей. Сейчас у Анастасии свое танцевальное шоу с элементами классического балета. Таким образом, она хочет привлечь к своему творчеству, в первую очередь, молодое поколение. Во дворце культуры Родина яблоку негде упасть. Увидеть знаменитую балерину собралось столько желающих, что некоторым даже не хватило места. Концертную программу открыла сама Волочкова с сольным музыкальным номером. Несколько лет назад она стала сопровождать танцевальное шоу собственным вокалом. Концерт благотворительный. Идею Анастасии выступить в Химках поддержала администрация округа. Билеты распространяли в первую очередь среди незащищенных слоев населения. Билеты совершенно бесплатные. Это и люди пожилого возраста, это общественные организации, с которыми распространялись. Это и территориальные федеральные органы. То есть мы свободно распространяли эти билеты на и зал полный. Благотворительный концерт Анастасия Волочкова проводит несколько раз в месяц. Как признается артистка, в первую очередь она работает для людей. Для нее очень важно, чтобы на ее шоу могли попасть и те, кто не может приобрести билеты сам. Знаете, я испытываю такие эмоции, которые невозможно за деньги купить. Поэтому я вижу, когда люди счастливы в зале, когда приходит мне бабушка и говорит, у меня день рождения, 80 лет, это такой подарок, вы просто не понимаете, что вы сделали. Или дети, которые, можно вас потрогать. Ну вы представляете, как можно вообще-то за что-то купить. Зрители смогли увидеть более десяти номеров. Здесь и сама Волочкова с шоу-балетом, и химкинские коллективы. Все на одной сцене. Как говорит Анастасия, она регулярно привлекает к выступлениям талантливые танцевальные ансамбли. Формат шоу не совсем обычен. Тут не было балета в его классическом понимании. Все очень ново и современно. Очень много лет искала формат такого шоу, которое могло бы сочетать в разные жанры. Чтобы это было уже не «Лебединое озеро» или «Жизель», а именно концертная программа, которая может включать в себе совершенно разные грани. Еще один сюрприз ждал гостей под занавес праздника. Анастасия вышла на сцену вместе с химкинскими коллективами. Елена Васильевская, Олег Мелехов, Служба новостей.